Всего за уходящее лето в республике зарегистрировано 1104 пожаров, в которых погибли 63 человека, в том числе четверо детей. При этом в последние годы серьезно обновляется парк пожарной техники. За пять лет для противопожарной службы Чуваши закуплено почти три десятка автоцистерн и другое оборудование, которое позволяет бороться с огнем, в том числе на высоких этажах зданий. Какая еще может быть машина, если не красная? В пожарной части номер 32 пополнение в автопарке. Автоцистерна и автолестница, две в одной. Хорошая современная машина. Заменяю сразу две спецтехники, можно сказать, и автоцистерную лестницу. В одной машине тут приставлено. И современная, мощная. Насосы современные, мощные. И пожарным работать на нем, легче тушить на высотных зданиях, например, на высоте до пятого этажа. Первым делом на новой машине не красоваться по улицам города. Первым делом проверка, что называется боем. Пожарные приехали в детский сад, отрабатывали слаженность действий. Теперь бороться с огнем без знания компьютера никак. Чтобы научиться выдвигать лестницу, казалось, чего уже проще, ездили обучаться в соседнюю республику. В Татарстане такие машины на посту уже несколько лет. В текущем году мы приобрели за счет средств республиканского бюджета две пожарные автомашины, одну из которых мы на прошлой неделе вручили пожарной части, которая обслуживает Шимушинский район. И вот сегодня добротный новый автомобиль, комплексный, где у нас сочетается и пожарная автоцистерна, и автолестница для обслуживания Красноармейского района. В текущем году в Красноармейском районе произошло 16 пожаров. Погибли два человека. Основные причины – неосторожное обращение с огнем. В бою все средства хороши. Меры профилактики можно также отнести к классу эффективных инструментов – учения МЧС, готовность к эвакуации учреждений и, конечно же, предупреждение об опасности. Мы ежедневно проводим работу по приемке образовательных учреждений к новому учебному году. Ежедневно проводим профилактику пожаров в жилом секторе, раздаем памятки, проводим беседы, инструктажи. Вы сами видите, что вся страна горит, и наши соседи. Сейчас Марийская республика, Мордовская. Хотя в республике действует особый противопожарный режим, но, тем не менее, люди не все соблюдают. Значит, вот эти меры выезжают в леса. Где-то причиной, значит, пожаров и человеческий фактор. Если пожар перекинется на нашу территорию или будет угроза уже в нашу сторону, у нас уже готова группировка, силы СССР готовы. По первой команде, значит, тоже будут выдвигаться и, значит, принимать участие в тушении пожара. Как заявляют в региональном МЧС и по прогнозам синоптиков, современная пожарная машина может понадобиться уже очень скоро.